Новые тренажеры под открытым небом. Владивосток, Оренбург, Ярославль, Челябинск. Всего 8 городов по всей стране стали победителями конкурса на установку спортивной площадки. Подтверждение этих слов, что площадка нужна, является тот факт, что боролись за эту площадку сами студенты. Они готовили грант, это наш студенческий клуб, спортивный сокол. Наши ребята стали одним из лучших среди студенческих спортивных клубов России. На суд жюри была представлена программа клуба, что позволило им получить в подарок спортивную площадку для тренировок на свежем воздухе. Здесь вообще планируется сдача студенческого зачета АССК России. Это как аналог норм ГТО. То есть студенты, выполняя эти нормативы, уже видят свои силы и возможности для того, чтобы пойти и уже сдать на значок ГТО. Несмотря на погоду, площадки открылись сегодня во всех городах-победителях. Кому-то повезло больше. В Краснодаре сегодня плюс 20. Кому-то меньше. В Новосибирске минус 20. Челябинские студенты холодов не боятся и готовы заниматься спортом в любое время года. Да, конечно, будем сдавать. Почему бы и нет? Несмотря на то, что нормы летние, то зимой интереснее, сложнее. Сразу после открытия на спортивных площадках состоялся всероссийский студенческий турнир по командному силовому троеборью. По результатам турнира дистанционно будет выбрана лучшая команда. Это праздник не только для студентов, но и для сотрудников университета. Хочу, чтобы все студенты, живущие в студгородке, были здоровыми и все занимались спортом.